Необоснованное богатство и активы чиновников будут конфисковывать даже без уголовного преследования. Об этом в Можелесе сообщила вице-министр юстиции Алма Муканова. По ее словам, в ближайшем будущем будет введен институт гражданской конфискации. В генпрокуратуре будет создан рабочий орган. Он будет заниматься возвратом активов. Местные чиновники нескромно одеваются, ездят на дорогих машинах и живут на широкую ногу. Но как бы не скрывались богатства, нажитые непосильным трудом, народ догадывается, кто чем живет. Тем более, что наши чиновники очень любят похвастаться. Проблема госслужащих, носящих Прада и Валентина, не в том, что они их носят, а в том, что непонятно происхождение денег, потраченных на эти вещи. Теперь, если разница в расходах и доходах чиновников превысит 1000 МРП, будет рассмотрена фискальная санкция. То есть 90% от суммы разницы будет конфискована как административный штраф. А если та же разница превышает годовой доход и чиновник не может объяснить, откуда он взялся, это означает, что он будет уволен с госслужбы на три года по отрицательным мотивам. Правда, данные новеллы планируются ввести только с 27-го года с учетом полномасштабного охвата населения всеобщим декларированием. В уголовном порядке это невозможно предусмотреть. Почему? Потому что у нас пока что всеобщие декларации еще не ввели. Сперва должны ввести, ну то есть до уголовного законодательства, сперва мы должны регулировать в гражданском порядке это, понимаете? То есть должны ввести сперва вот всеобщую декларацию. До этого не раз поднимался этот вопрос, и оно не нашло поддержку. Теперь по информации Минюста вводится еще один механизм. Образно говоря, если вы не имели ни шиша в кармане, а потом в следующем году у вас появился большой куш, вы должны будете объяснить, как именно он появился и законным ли путем. Если доказан, точнее, если у лица имеется, как вы говорили, огромное количество необоснованного богатства, активов, то, чтобы его конфисковать, обязательно должен пройти все вот эти вот инстанции уголовным. То есть соответствующее следствие должно пройти, уголовное расследование, соответственно, уголовным судом это все должно быть рассмотрено. Вместе с тем, в рамках законопроектов, которые сейчас находятся в работе, вводится институт гражданской конфискации. То есть, какой механизм, по крайней мере, в рамках обсуждаемых, о том, что будет создан рабочий орган при Генеральной прокуратуре, который будет заниматься вопросом возврата актива.